Дорогие друзья, сотрудники детского отдела Соломбальской библиотеки имени Бориса Викторовича Шергина предлагают вашему вниманию обзор книг «Первоклассные истории». Маленькие, испуганные и радостные, с огромными шарами бонтов, за которыми не видно порой головы и гигантскими рюкзаками, кажется, можно влезть такой целиком. Первоклассники – это особые гости в школьных стенах. Пройдет совсем немного времени, и они станут настоящими учениками, но пока они на пороге новой жизни, пожелаем им добра и везения. А истории про литературных первоклассников подскажут, как легче влиться в школьную сложную, но очень интересную жизнь. Маленький человек впервые пошел в школу. Это очень важное событие в его жизни и в жизни его родителей. И не нужно больше волноваться, а лучше посмеяться над веселыми рассказами о первом школьном дне сборника «Первый раз в первый класс». В книгу вошли рассказы разных писателей – Андрея Платонова, Юрия Коваля, Леонида Сергеева, Александра Раскина и Леонида Каминского. Все рассказы веселые и немножко трогательные. Какие же мудрые и добрые в них учителя. И все правильно написано. Первая учительница действительно должна стать второй мамой, только школьной. И тогда в школу с утра идти радостно, и учеба дается легко. Вместо игрушек в школе учебники и тетради нельзя, конечно, опаздывать на урок или пошалить в классе. Нужно быть внимательным и аккуратным, и вообще привыкать к этой новой школьной жизни. Это такой непростой, но интересный труд. В книгу для семейного чтения «Филиппок» вошли лучшие произведения Льва Николаевича Толстого, которые уже более века пользуются любовью у малышей-дошкольников и у требовательных подростков. Главные герои рассказов дети – бедовые, ловкие и потому близкие современным мальчишкам и девчонкам. Книга учит любви к человеку и ко всему, что его окружает – природе, животным, родной земле. Она добра и весела, как все творчество гениального писателя. Ребята ушли в школу. Отец еще с утра уехал в лес. Мать ушла на поденную работу. Остались в доме Филиппок да бабушка на печке. И стало Филиппку скучно одному. Бабушка заснула, а он стал искать шапку. Своей не нашел, взял старую отцовскую и пошел в школу. А что из этого вышло, вы узнаете, прочитав этот рассказ. «Юз Олешковский. Кэши два портфеля и целая неделя». Эта книжка необходима каждому первокласснику. Все ее действие укладывается в одну неделю сентября, когда первоклассник Алеша Сероглазов получает в школе смешное прозвище «Два портфеля» из-за своего небольшого роста. Ну и находит, конечно, настоящих друзей. Алешу и его маленького щенка по кличке Кыш ждет множество приключений, смешных, грустных и даже опасных. А настоящая дружба и верность помогут все преодолеть. Денискины рассказы давно стали классикой детской литературы. Но это тот случай, когда слова классика и школьная программа не означают ни скуки, ни взрослой серьезности. Задорный юмор Виктора Драгунского смешит современных детей так же, как когда-то их родителей. И хотя многие предметы и времени, обычные и всем понятные полвека назад, давно ушли в прошлое, школьники в этих рассказах очень похожи на сегодняшних. Они также непоседливы и изобретательны, также попадают в смешные и нелепые ситуации, ленятся и фантазируют, набивают шишки и учатся на собственных ошибках. Ирина Токмакова, Аля, Кляксич и буква А. В этой веселой обучающей повести сказки девочка Аля вместе с буквой А путешествуют по аспуке. Им обязательно нужно победить злого Кляксича, который задумал заменить все буквы своими родственниками-кляксами. Героям этой книги понадобится помощь маленьких читателей, необходимо выполнить несложные, но интересные задания. С такой поддержкой Аля и ее помощники, конечно же, добьются своей цели и спасут буквы и выгонят Кляксича из азбуки. Жители азбуки, рассказочные буквы и знаки припинания, встретят своих читателей в образах веселых человечков, птиц и животных. Владислав Крапивин. Оруженосец. Кашка. Одна из самых известных и любимых повестей Владислава Крапивина о детстве и настоящей дружбе. У первоклассника Кашки Голубева все хорошо. Есть любящие мама и папа. Есть компания игрушечных человечков. Есть лес, где знакома каждая тропинка. И деревянная платформа, на которую высыпают добрые, веселые и счастливые люди из проходящих поездов. Не хватает Кашки только настоящего друга, за которого бросишься в бой, для которого сложишь стихи. А ведь только про встречу с таким человеком кратко можно сказать. Мама, я живу хорошо, потому что Володя. Герои Крапивина – романтики и мечтатели, искренние и честные. Читатели-школьники обязательно узнают в них себе и захотят поближе познакомиться с творчеством замечательного писателя. Виктория Ледерман. Уроков не будет. Что объединяет робких первоклассников с ветеранами из 4-го Б? Неисправимых хулиганов с крепкими хорошистами. Тех, чьи родственники участвуют во всех праздниках, с теми, чьи мамы с папой не приходят даже на родительские собрания. Все они в восторге от фразы «Уроков не будет». Даже те, кто любит учиться. Слова заклинания, слова призывы. Рассказы из сборника Виктория Ледерман посвящены ученикам младшей школы с 1-го по 4-й класс. Этим детям еще многому предстоит научиться. Терпению дисциплине, умению постоять за себя и дипломатией. А неприятные сюрпризы сыплются на них уже сейчас. Например, на смену любимой учительнице французского, той, которая ничего не задает и не проверяет, приходит строгое и требовательное. Или отвратительный Мирон Соломатин придумывает тебе обидную кличку Плюшка всего лишь потому, что ты не дала ему списать. Хочется ли ходить в школу, когда там происходит такое. Хочется только кричать во все горло. Уроков не будет. Виктория Ледерман, как всегда, блестяще описывает переживания героев и подсказывает им лучший выход из ситуации. Ни капли назидательности, следить за приключениями придуманных ей мальчишек и девчонок сплошное удовольствие. Пропавшая буква Михаил Раскатов. Саша и Алеша родные братья. И не просто родные братья, а близнецы. Каждому из них ровно по семь лет, восемь месяцев и девять дней. И они очень похожи друг на друга. Все лето, надев школьную форму, близнецы любовались своим отражением в зеркале и думали о том, что скоро, очень скоро у них начнется новая интересная жизнь. Но они совсем не догадывались, какие приключения их ожидают. А все началось сразу после первого сентября, когда Саша и Алеша в первый раз пошли в школу. Теперь им приходилось подниматься рано по утрам, собирать портфели и делать уроки. И если с первыми двумя задачами они еще как-то справлялись, то домашние задания были самой настоящей бедой. Конечно, попробуй тут усиди, когда эти настырные палочки и крючочки никак не хотят складываться в буквы. Лучше бы этих букв совсем не было. Но, как известно, желания имеют у обыкновение сбываться. И Саша и Алеша вдруг оказываются в волшебном буквограде, где с новыми друзьями братья отправляются на поиски пропавшей буквы, в то время как злейшие враги города буквоеды угрожают проглотить весь алфавит. Мария Бершацкая. Большая-маленькая девочка. Женя – большая-маленькая девочка. С одной стороны, в семье она младше всех, даже своей любимой таксы-ветки. А с другой, чтобы заплести ей косички, маме каждое утро приходится вставать на табуретку. Вообще, Женя точно такая же, как все другие семилетние девочки. Она терпеть не может, когда ее разглядывают или считают какой-то особенной. Она умеет чистить картошку так, чтобы шкурка превращалась в тонкие длинные ленточки. Умеет перешивать пуговицы почти так же красиво, как папа. А еще у нее отлично получается рассказывать разные истории, потому что с ней все время что-то случается, что-нибудь интересное. В четвертой книге «Семь с половиной крокодильских улыбок» Женя, наконец, идет в первый класс. Она давно мечтала о том, как наденет большой красивый бант, познакомится с веселой учительницей и быстро подружится с соседкой по парте. Только вот почему-то все сразу не заладилось. Накануне Женю отвели к стоматологу, и она лишилась всех своих крокодильских улыбок. А 1 сентября обнаружила, что ей не только парта мала, но мала и вся школа. Как же теперь быть? Может, лучший друг Мишка, как всегда, что-нибудь придумает. Кристине Нёслингер. Рассказы про Франца и школу. В этой книге классика австрийской детской литературы вас ждет новая порция рассказов про Франца, которому уже целых семь лет. Франц наконец-то идет в школу. Вот только учитель Францу не нравится. Он разговаривает так, как будто у него не дети в классе, а солдатики. Франц ему даже прозвище дал. Ать-2. Однажды, когда Франц сидит с бабушкой в кафе и жалуется ей на учителя, тот появляется рядом. А бабушку, раз уж она что решила, не остановишь. Вы знаете, Гер Ать-2 обращается на к учителю. И хотя Францу удается во время разговора отсидеться в кустах, в школу в понедельник ему все-таки придется пойти. Даже если от страха заболит живот. А еще у Франца в классе есть враг. Эберхард Мост. Очень высокий и сильный. И запросто может отобрать завтрак или придумать еще какую-нибудь гадость. А Франц самый маленький в классе и никак не может справиться с обидчиком. Но ведь у Франца есть Лили. Она присматривает за ним, пока мама на работе. Она-то уж точно придумает, как ему помочь. Гудрун Мэпс. В школу кричат бабушка и Фридер. Фридер и его бабушка отличная команда. Для них вся жизнь сплошное приключение. И для этого совсем не обязательно куда-то ехать. Приключения повсюду. В саду, на кухне и даже на остановке трамвая. На этот раз Фридер собирается в школу. Но с утра все идет не так. За завтраком он испачкал свою праздничную одежду. По дороге в школу они с бабушкой постоянно ссорятся. Да к тому же и пришли на час раньше. Конечно, Фридер волнуется о свой первый школьный день. Но бабушка всегда оказывается рядом. И с ней он ничего не боится. Ведь бабушка и Фридер самые лучшие друзья. Лучана Мальмузи. Неандертальский мальчик в школе и дома. Ледниковые люди очень чистоплотные. Они моются два раза в год. В начале и в конце долгой зимы. Ледниковые люди очень красивы. Они массивные, как быки, горбатые, как бизоны и мохнатые, как медведи. Ледниковые дети ходят в школу. Охота, рыбалка и собирательство – основные уроки. Но есть и другие. Обработка кремния, постройка хижины, магический рисунок. Вместо контрольной проводят испытания мальчика с пальчик. А вместо оценок им выдают годовые копья разного размера. О буднях и праздниках, приключениях и развлечениях охлиниковых детей рассказывает неандертальский мальчик, придуманный Лучана Мальмузи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова